Добрый день! Сегодня у нас в гостях снова, в очередной раз, наш замечательный российский актер театра, кино и телевидения Евгений Владимирович Князев. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Вы театральный педагог, вы народный артист России, вы лауреат Государственной премии Российской Федерации. Но одновременно вы еще, пройдя путь как театрального актера, актера кино, много снимаясь, много выступая со сцены, но одновременно вы являетесь ректором известнейшего высшего учебного заведения театрального, ректором института имени Бориса Щукина. В простонародье называется Щука. Вы преподаете в Щуке с 1994 года, а с 2003 года стали ректором. Что для вас стало в этой жизни, вот эта часть жизни вашей, почему вы решились на это и, в общем-то, долго руководите? Это важно для вас? Сейчас уже оказывается важно. Когда было баллотирование и когда решаться на эту большую, такую серьезную работу, взять на себя миссию, быть ректором, как вы сказали, знаменитейшего института, как его называют, одного из лучших институтов, что я поддерживаю, имени Щукина, который выпустил таких выпускников, и быть продолжателем этой школы традиции, не утратить их, это очень ответственно и очень опасно. Ну вот уже 14 лет я нахожусь на этой должности. Когда происходили эти выборы и когда нужно было решаться подать документы, я сомневался и задавал вопросы своим коллегам. И помню, как Валерий Владимирович Фокин, который мне говорит, ну что же делать? Вот мне мой педагог Паламешев Александр Михайлович позвонил и говорит, Женя, мы хотим, чтобы ты стал нашим ректором, мы будем за тебя голосовать. Я говорю, что же делать? А на что он мне совершенно просто сказал, Жень, а кто, если не ты? Я говорю, ну как-то да. Он говорит, ну а кто, если не ты тогда? Я говорю, ну кто-то другой. Он говорит, ну тогда не ты. Ну тогда не ты. Ну я и понял, что, наверное, это опять же близко к судьбе, потому что я ничего не делал для того, чтобы стать им. Я никаких не предпринимал ни попыток, ничего. Но если судьба тебе сама предлагает в руки и говорит, вот случай, и вот ты должен понять, надо тебе это или не надо. Я сомневался, мучился, а потом подумал, что, ну а кто же мне мешает быть актером, если я буду ректором? Ведь Захава Борис Евгеньевич снимался, он был великим Кутузовым, который остался в истории. Владимир Абрамович Этуш, продолжатель, который 16 лет был ректором, продолжал себе работать, играл в театре, снимался и ничего. Ну и занимался училищем. Больше работы. Ну что же делать, если вся жизнь наша, в основном работа, и вспоминается тут же стихотворение Маяковского, хорошее отношение к лошадям. Били копыта, гриб, граб, гроб, гроб. Утром опиталь дома будто улица скользила, лошадь на круп грохнулась, и сразу зазевак и зевака. Штаны, пришедшие к Кузнецким, клешать сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь, смеялся Кузнецкий, и лишь один я голос свой не вмешивал в вой. Ему подошел и вижу глаза лошадиные. Улица перевернулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то нечеловеческая звериная тоска, плеща вылилась из меня и растворилась в шепоте. Лошадь, не надо. Лошадь, послушайте, что вы думаете, что вы их хуже, деточка. Все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может, старая не нуждалась в няньке, может, и мысль ей моя, казалось, пошла. Только лошадь рванула, встала на ноги и пошла. Хвостом помахивая рыжий ребенок, пришла веселая, встала в стойло, и все ей казалось, что на жеребенок и стоило жить, и работать стоило. Вот ради этих строк и стоило жить, и работать стоило, я это, собственно, и прочитал. Потому что, как бы ни было трудно, как бы ни было мучительно, и как бы ни было много работы, ты понимаешь, что нужно найти в себе силы продолжать двигаться дальше. Ну вот, вы сейчас прочитали стихотворение. Вы просто живой, живая сила, живого актера, живая энергия, интонация, все. То есть у вас была жизнь настоящая. А что такое ректорство? Это чиновничество. Почему? Это бюрократия, это бумага творчества, это огромное количество ответственных подписей. Не ломает? Подписей много. Я даже знаю про стандарты, я учебный стандарты, я знаю даже про фонды оценочных средств, я даже знаю про то, что нужно создать программы, я знаю про положения, которые должны быть на каждом факультете, у каждого преподавателя, про практики. И вот за все эти годы я это понял, научился. Но у меня очень хорошая команда, и мы работаем с командой. И очень важно, что команда, каждый на своем месте, должен честно делать свое дело. И вот когда мне навязывают то, чего я делать не должен, вот здесь мне надо становится уже тогда не по себе. А помочь, сходить в министерство, добиться, попытаться добиться средств, для того, чтобы или сделать со своими сотрудниками, вот с Лазарем Алексеем Юрьевичем, который проректором является, сделать капитальный ремонт здания, которое не делалось с 1937 года. И эта вещь уникальная. Кстати сказать, в этой передаче, которая на таком замечательном канале находится, я хочу рассказать уникальный случай, который был во время ремонта нашего здания. Ну с интересом послушаем. Пожалуйста, я с удовольствием вам расскажу. Ну то, что здание нам досталось в совершенно разваленном состоянии, оно было фактически аварийное. Ну там, то, что на земле, вот там полы прогибаются, качаются. Думаешь, ну что же так, как же его подремонтировать, когда я только стал ректором. Когда мы вскрыли этот качающийся пол, оказалось там внизу дыра, наверное, метров 8 туда глубокая, и вот едва-едва держащаяся. Это там... Подземелья Москвы, это даже интересно. А там у нас переулки Никола-Песковский, там пески, и поэтому туда выходили какая-то труба, которая была не заглушена, и вот все время подмывалась, 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 и вот этими вот бесконечной водой была сделана огромная яма, ну вот так вот образовалась. Это внизу, а наверху от того, что крыши тоже дырявые были, и в течение 80 лет там вода подтекала, подгнивала, то перекрытие между 4-м и 5-м этажом тоже вот там стоишь, ребята танцуют, а здание вот так вот вибрирует. И понимали, что это нужно переделывать. И когда я в первый год ректорства подошел, как, ну, посмотреть, как оно держится, и что, сколько оно еще продержится, я взял и посильнее ткнул, чем положено. Знаете, вот не просто так дотронулся, а, ну, если оно крепко должно держаться, я ударил по окну, оно взяло и выпало туда. И когда я посмотрел, что там все это сгнившие, все эти балки, все эти стойки, я в министерство, а он говорит, ну, значит, здание закрывать. Как закрывать здание, это тогда будет беда. И мы начали заниматься подготовкой к капитальному ремонту, но чтобы жизнь-то продолжалась, пол здесь прогнивает, и мы решили вскрывать пол на пятом этаже. Мы вскрываем пол, один слой пола, второй слой пола, третий слой пола, это вот все за эти годы жизни. Он износится, и сверху следующий положит пол, износится, следующий пол кладут. И мы докопались до перекрытий, вот эти между четвертым и пятым этажом. И стали выбирать, выгребать оттуда мусор. И вот выгребают оттуда мусор рабочий, и двигают. И как там оказался человек, я даже не знаю, случайно наверху, из наших работали ребята, по-моему, из Средней Азии, бог знает откуда. Но работали все хорошо. И вот выгребая и сгребая мусор, один из них нагибается, поднимает, вот так вытирает и говорит, ой, а здесь что-то нарисовано. И кто-то из наших был. Это была икона. Икона. Это была икона Богоматери Знамени. И, ну, как потом мы определили, для нас это было какое-то явление, чудо, принесли, я сказал, Боже мой, не может быть, она была, в общем-то, нажива, лик видно, но она такая потертая. Это была одна икона. Одна, одна икона. И больше ничего. И мусор, и мусор. Это вот явление, явление иконы. Это явление? Явление, да. Да, когда нам... И когда, ну, я не знаю, что это за икона, мы, конечно, ее вытерли, поставили, сказали, что надо с этим что-то дальше делать. Я поехал в институт реставрации. Сказать, что вот мы нашли икону, мы думали, что, ну, Рублев по меньшей мере или еще что-нибудь в этом. Нет, это оказалось самое, что ни на есть, обычная икона, ну, как бы бы бытовая, которая подписалась, я не знаю, такая простая. То есть художественной ценности она не представляла, как художественной ценности, но как духовная ценность. Это наш был хранитель, тот, который был спрятан, каким образом, есть несколько версий на этот счет, но она была под полом сохранена и произошло явление. И Трезвов, тогдашний директор музея реставрации, он пригласил, пригласил даму, к сожалению, не помню фамилию, готов ей всякие слова благодарности сказать, она была уже не молода, и когда мы показали эту икону, она сказала, ребята, у вас же чудо случилось, у вас же произошло это явление иконы, и я вам ее отреставрирую, бесплатно это сделаю, нам эту икону отреставрировали. А где она сейчас? Она у меня в кабинете стоит икона, это наша хранительница, икона нашего училища, которая, ну как мы считаем, спасала нас от всех бед, от всего, и надеемся, что и дальше все это будет продолжать, потому что я ее не выпускаю из училища, и она у меня стоит. Ну что ж, видите, Щукинский институт под покровом Божьей Матери. Под покровом Богоматери, да, знамя. У вас есть очень интересная традиция, которая отличает вас от многих других театральных училищ или вузов. У ваших преподавателей, как правило, почти все 100% выпускники вашего бывшего училища, теперь института. Да, и в театре тоже самое. У вас есть замечательные кафедры, у многих училищ их просто нет, обучают актерскому мастерству не более. А вот у вас, например, мастерство актера, пластическая выразительность, музыкальная выразительность, сценическая речь, искусствоведение, философия, история, теория и культуры, режиссура, это я только перечисляю, в каждом есть не только преподаватель, но и свои профессуры, такие серьезные мэтры. Да. Достаточно ли у вас возможностей и средств, чтобы содержать такой штат? Конечно, чтобы люди работали, и это было единственное их место работы, и это давало бы им возможность существовать безбедно, нет, конечно, нет. Но принцип нашей школы заключается в том, что у нас очень много преподавателей, и это повелось издавна, когда еще и Вахтангов говорил, что каждый студент должен поработать молодым педагогом с каждым из вас, потому что они тоже люди, и вы люди, и у вас может не совпасть характера, во-первых. Во-вторых, что-то есть, у тебя есть темперамент, у тебя есть глубина мысли у педагога, ты работаешь очень хорошо мезонсценически, и вот этому всему у тебя студент должен научиться. И поэтому наши педагоги делают одну-две работы, они у нас часто бывают почасовиками, то есть они либо актеры, у нас, например, замечательные педагоги, актеры Вахтанговского театра. Еще моя учительница Людмила Васильевна Максакова, которая продолжает работать сейчас, замечательно работает, прекрасно делает работы, и я горжусь ей. В этом году пришла Ольга Михайловна Яковлева, актриса, которая составила «Славу» театр на «Малой Бронной», работала с Анатолием Васильевичем Эфросом. Вот эта вот актриса, она тоже наша выпускница, и в этом году она тоже делала свою работу. То есть я приглашаю тех актеров, которые в жизни состоялись, и у которых есть что сказать, чем поделиться, потому что наша актерская профессия, это кроме ремесла, которое мы даем им в институте, на тех кафедрах, которые вы прочитали, они обязательно должны заниматься сценическим движением, они обязательно должны заниматься речью, они обязательно должны заниматься голосом и сценической речью, и, естественно, актерским мастерством. Они обязательно в современном мире должны уметь петь и существовать. Это просто основа основ. Мои ребята сейчас находятся в Польше, студенты, которые закончили второй курс, и я не видел, как они там выступали, но по смс, по письмам, которые я получил от них, написали, что это фурор. Это в то время, когда сейчас идет НАТО, Россия, опасность. Это нужно строить натовские заслоны, потому что агрессию России нужно сдерживать. Какая агрессия российская? Вы что? О чем вы говорите? И что приятно, что наши ребята выступали с мастер-классами и с концертом. Их концерт мы вхронометрировали, он должен был час быть здесь. Там он продолжался час 30 из-за аплодисментов. 30 минут было аплодисментов. Фактически каждый их номер, каждый их встречался очень горячо и очень жарко. То есть это так у нас школа находится в качественно хорошем. Я на это списываю, в качественно хорошем состоянии. Но они показывали и пластику, они показывали и вокал. То, что умеют петь, как наши ребята умеют петь. Мы на это вообще очень не знаем. И двигаться, и танцевать, и петь. И все это мы показываем, это мы все пытаемся учить. Хватает на это средства? Конечно, не хватает. Конечно, приходится добиваться. Конечно, мы должны идти на то, чтобы... Чем мы можем зарабатывать деньги? Образовательными услугами. Мы оказываем услуги тем людям, которые хотят... Вот когда-то хотели учиться, актерской профессии не получилось. Но вот у них нереализованы желания. И мы людям, которые имеют высшее образование, имеют право прийти и поучиться. А что не поучить? И поучиться. И мы вот им оказываем. Это мы даем возможность нам существовать. И людям дается приятное, потому что у них какая-то реализация. Это совсем не значит, что они пойдут в актеры. Это не значит, что они будут менять специальности. Боже, сохрани. А кто-то это делает для того, чтобы совершенствоваться. Потому что во многих профессиях актерское мастерство... Необходимо. Оно и в бизнесе необходимо. Необходимо. Надо уметь вести разговоры. Да. Это умение выступать. Да, да, да. Нужно выйти публично. А как хорошо, если бы у тебя еще была хорошая речь? Не 30-ли-зук это выговаривал бы. А чтобы это была речь хорошая? Евгений Владимирович, вот когда идешь по переулочку, по-вашему, летом, когда время абитуриентов, огромное количество молодежи, все стекают со всей стороны, чтобы поступить к вам. Да. Как вы говорили, больше 200 человек на место. Да. Что это за люди? Изменился ли контингент за последние десятилетия или за последнее время? Чего они хотят? Того же, чего хотели вы, или что они какие-то другие? Вы знаете, вы можете на этот вопрос отвечать сами. Вот если вы посмотрите на своих детей или детей, которые вас окружают, и вы скажете, вот... И как только вы скажете, вот в наше время было лучше, а вот сейчас плохо, это значит, что вы остановились на месте. Потому что еще Тургенев в свое время писал «Отцы и дети», и у него проблемы тоже были отцов и детей. Да и Лермонтов, там в Москараде у него есть. Не правда ли, что древле все было лучше и дешевле? Ну, это не так. Если бы все было, все развивалось бы, и все это было бы, все гораздо хуже, то, наверное, мир уже... Нет, я не спрашиваю, что хуже. Да. Что изменилось? Если, ребята, вы знаете, вот сейчас я буду говорить, что они стали меньше читать. Это так. Так все-таки, да. Это так, да. Их... Если еще 15-20 лет назад, Да нет, тогда уже ты разваливалась. В 90-х годах все разваливалось. Это такой был период очень трудный. Думаю, что вот годы, последние годы советской власти, когда школа еще была в том качестве, в котором она была, когда еще могли заставить, тогда и читали, тогда приходили и знали, кто такой. Тогда могли, если и не читали Анну Каренину, или там, если ты назовешь, что написал Толстой, то тебе назовут пяток произведений точно. Сейчас могут остановиться. Сейчас у нас, кто такой горький, даже не знают. Хотя горький – это замечательный. Вот в этом смысле хуже. Но они блистательно владеют сериалами гайджетами и современными средствами мобильной связи. Они стали гораздо свободнее. Они легче идут на контакт. Они более свободно общаются и могут поехать туда, перемещаться в пространство. Для них проблемы общения ни с какими национальностями фактически не существуют. Фактически они все с языками на сегодняшний день. Существенные изменения. Конечно, конечно, да. И это время, это течение времени заставляет их так существовать. Потом, но в качестве, в том смысле, что они такие же стоящие мальчики и девочки, которые волнуются, которые хотят поступить, и у которых есть жажда поступить, и у которых есть жажда творчества, и жажда чего-то сказать. Они такие, и этим они ничем не изменились. И опять же не изменились. Вот наберется курс, и опять на курсе будет 5, 6, 7, 10 человек, которые будут лидерами курса, которые будут хотеть учиться. Потому что для многих тех, которые рвались, хотели, поступали, дальше нам нужно будет воспитывать в них, если это не воспитано, и сможем ли мы воспитать такие качества, как работоспособность и терпение. И если ты... Воля, да. Воля, потому что профессия актерская, это прежде всего воля. И если ты не будешь обладать этой волей, ничего в жизни в твоей не получится. Если ты не будешь терпеливо ждать того момента, часа, дня, который придет к тебе. Момента славы даже, да. Ну, не слава, я имею в виду. Слава, вещь. Момента, когда ты можешь показать себя. Слава, они, да. Еще у нас любят называть, вот, снялся звезды. Звезды, они называют, это такое понятие сложное. Я же в театре сумасшедших, даже не звезд, а созвездий играл, где были, когда мы пришли в театр, а там были и Ульянов, Лановой, Яковлев, Эту, Шалевич. Вот они были все полны сил. Им было тогда лет по 45, когда мы пришли в театр, поступили. И 50, а это самая-самая мощь актерская. Опыт и мудрость. Опыт и мудрость они набрались. И силы еще, да. И мы сокрушались. Как же так? Когда же мы-то будем играть? Почему только они, они... Мне же в голову не приходит, что зритель пойдет на них и хочет смотреть их. А у тебя еще пока сказать нечего. Ты должен набрать то, что ты... Чем ты будешь говорить? Тебе нужно набраться этого жизненного опыта. И поэтому актерская профессия, это, в общем-то, такая стаирская дистанция. Она не может быть спринтером. Она не может, что ты в одну секунду эти спринтеры, если ты и в одну секунду появился, и ты также в другую секунду и пропал. По-вашему, в будущее театра русского и вообще театра вы смотрите с оптимизмом? Театр нужен будет людям, человечеству, цивилизации? Глобальный вопрос, но все-таки. На глобальный вопрос отвечаю глобально. Театр простоял 5 миллионов веков, начиная с Золотого века Греции. Ничего с ним не случилось. Неужели вы думаете, сейчас вдруг мы, несколько человек, которые хотят его разрушить, и они смогут это сделать? Как был театр, так и будет. И театр... Стремиться за настоящие эмоции, за живым человеком, за подлинными чувствами, за подлинными мыслями, за подлинными проявлениями. Ведь дети рождаются, они хотят любить, они хотят верить, они хотят найти чувство любви. Поэтому Ромео Джульетта, она будет всегда и будет вечной. И вот эта вот любовь в 14 лет, порядочность, долг, эти качества разве кто-то отменял? И это все близко к тем заповедям, от которых мы отталкиваемся. Поэтому театр и религия, в данном случае православная религия, да и другая религия. У нас много конфессионных институтов, у нас ребята и мансульмане учатся, и евреи учатся, и сейчас приедут буряты. Они буддисты, и они будут учиться. И мне нужно находить им совместное какое-то... Во-первых, они дружат между собой, это важно. А потом я пускаю к нам в училище приходят и православные священники. Мы проделываем рождественские праздники для жителей Арбата. К нам приходят, и я разговариваю с Рушат-Хазратом, и когда бывают большие праздники, мусульманские ребята ездят к ним туда. Это важно. Ну и думаю, что и бурятского мы пригласим к себе. Ну что же, вот на этой позитивной, положительной, перспективной ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо вам огромное. Напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Владимирович Князев, российский актер театра кино и телевидения, театральный педагог, ректор Института театрального имени Бориса Щукина, народный артист и лауреат Государственной премии Российской Федерации. Вот такой перечень. Спасибо вам большое за мудрые и хорошие слова о современном и будущем театре. Спасибо. Всего доброго. До свидания.